заберите мужа у девушки которая хочет от него избавиться хороший вариант почему нет так так он не нужен никому прикиньте да как вы мужиков унижаете но вы в них видите ровно только то что вы хотите в них видеть они не такие все люди не такие как вы думаете о них они не такие вообще все люди не такие вы видите только свое собственное отражение между вот вашим отражением мужчиной и вами зеркало что за зеркалом вы никогда не узнаете вы видите только себя поэтому он никому не нужен это вы сами себе не нужны вот все что вы говорите про мужиков про баб про других людей вы все о себе говорите это вы такие сами к себе так относитесь полюбите себя сначала и тогда блин мир будет вас любить как отражение в зеркале а вы чё и такой мужик фу-фу-фу плохой но вы видите ровно только то что вы видите вы творите своим вниманием он ровно такой подыгрывает вам как вы думаете о нем если вы начнете его рассматривать с других сторон вы увидите совершенно другие стороны вы вспомните вы когда с ним познакомились у вас там столько было всего о нем придумано придуманного потому что он вообще нейтральный он был такой какой вы хотели видеть он был ровно такой вот реально ну вспомните ваши первые свидания каком был в начале вы хотели в нем видите это он был такой сейчас вы хотите в нём увидеть говнишка почему потому что это говнишка уже пора в себе рассмотреть и найти в этом ресурс талант и эти недостатки, которые вам не нравятся. В начале эфира я об этом уже говорила. Перевести в ресурсы. Это вам не достаёт вообще в себе понять. Он жадный. Жадность. Такой недостаток. Да жадность — это херен, но просто это чувство, когда я чувствую, что я жадная до жизни, жадна до любви, жадна до кайфа, жадна до радости. Я не отдам свою почку, потому что я жадная. Жадность — это хорошо, это ресурс. Каждое слово — это ресурс. Вопрос, как вы его используете. Вы не хотите эту жадность себе принять. Вы тоже жадный человек. И вы можете использовать свою жадность до кайфа просто. Но зачем? Я лучше скажу «фу-фу-фу». И придёт человек, мне просто покажет «Да рассмотри ты уже, тётенька, свою жадность, потому что это круто! Ты, блин, её в себе не видишь, поэтому я буду тебя долбить этим». Не потому что он хочет тебя задолбить, а ты его сама нарисовала, как Микки Мауса в своей жизни, для того, чтобы он пришёл и показал тебе это. И он будет тебе носом тыкать до тех пор, пока ты в себе это не обнаружишь. Либо ты его сейчас поменяешь? А что ты думаешь? Что-то изменится в отражении, когда ты его поменяешь? Нет. Тебе придёт точно такой же. Шарманка будет крутиться, повторяться бесконечно, до тех пор, пока ты не поймёшь, что тебе отражение в зеркале говорит. Ты хоть тысячу мужей поменяй, хоть там миллион мужиков. Не будет других, пока у тебя что-то вот здесь не щёлкнет, что тебе показывает этот мир. Поэтому я хочу поменять и найти другого. Когда вы с ним расходитесь, потому что ваши пути расходятся, не потому что он херовый. Я расхожусь со своим мужем, потому что он лучший, вообще просто нереальный, он офигенный. И я не вру, он реально офигенный. Блин, в нём нету недостатков. У нас просто разные пути, у нас разные движения, разные энергии у нас. Не потому что какой-то говнюк там что-то не так сделал, вообще. Он идеальный. Но у нас просто сейчас другие вибрации, мы на разной волне. Я с ним расхожусь не потому что он плохой. Если вы расходитесь потому что он плохой, хотите лучше, вы найдёте точно такого же. Неважно, что мы делаем. Важно, какое у нас состояние внутри и из-за чего, почему. Можно одно и то же действие делать. Например, я хочу желание какое-то из недостатка. Ну, мне это не достаёт, блин, пипец. И я, исполнив это желание, наконец-то почувствуете чувства. Хотя они у вас уже внутри есть, вы внутри себя не хотите копаться, дайте мне машину, я тогда типа свободу, скорость почувствую, а вот так вот без машины я не могу. Ну, то есть я почувствую себя крутой с машиной, а вот так я не крутая ни хера. От недостатка порождается недостаток. Ну, когда у вас появляется машина из-за вашего желания, потому что вы хотите её не почему, как следствие того, что внутри у вас это уже всё есть, вы это всё чувствуете, кайфуете, оно просто следствие, просто следствие и всё. Тогда у вас появляется машина, блин, разное состояние, когда вы желаете из недостатка, либо когда желаете из изобилия. Когда вы хотите избавиться от мужа Опять же из-за забилия Либо за то, что он такой, блин, весь недостаточный Разные состояния, разные последствия Одно последствие вас расширяет и двигает вперёд Другое последствие просто вас тормозит И убирает всю вашу энергию Что такое энергия? Энергия — это действие У вас нет интереса на действие Вы просто не можете сделать У меня нет интереса поднять ногу и шагнуть Я поэтому не шагаю Я не хочу шагать, я не шагаю То есть энергии как таковой тоже нет Энергия рождается в момент действия и заканчивается Когда вы это действие закончили Она приходит на интерес ваш И всё Ваши действия запускаются вашим интересом Ну вот шагну, да Хочу шагнуть, я шагаю Не хочу шагнуть, я же не шагну Блин, как это вообще объяснить ещё Так Нелли Хвост, все эти карты желаний и прочая херь совсем не заходят А почему бы не поиграть в эту игру? Зачем в этой жизни вообще что-то отрицать? Находите во всём ресурсы Вот даже в бомжах ресурс И даже в картах желаний ресурс Можно в картах желаний и нежеланий рисовать Допустим, да, по-новому А чувства, какие я хочу испытывать Пока вы будете рисовать Знаете, сколько чувств испытаете? Блин, это уже очень круто Чем больше чувств вы даёте себе прожить Не безэмоциональный робот Как вы каждый день живёте Вот прям вообще без эмоций Не чувствуете вообще, что вы чувствуете А когда вы разрешаете себе проживать разные чувства Ваше желание начинает сбываться Желание – это уплотнённая форма ваших чувств И там для каких-то желаний куча-куча пазлов не хватало Вы их проживаете, проживаете И ваше желание вокруг начинает щёлкаться Потому что там не хватало какого-то чувства Чтобы материализовать машину Там для дома, там для мужа, там ещё что-то Поэтому просто находите здесь сейчас и чувствуете И какая разница, блин Что карты желаний – это типа херь Почему бы у меня был пост? Блин, вот я про это и хотела сказать Ухожу У меня был пост «Почему бы не использовать карты желаний?» Ну, по-моему, я его удалила Рисовать не желание, а что я хочу испытывать Там нарисовать любовь Это же просто творчество Рисовать любовь Блин, ну это ж круто Я художник, я рисую Ну это круто, рисовать любовь Как она выразиться, мне интересно Вот в самом процессе Нарисовать радость, нарисовать кайф Нарисовать да что угодно Всё, что я хочу чувствовать Умиротворение Вот именно сам процесс вот этого творчества И новой картины И даёт вам энергию и ресурсы На исполнение ваших желаний Поэтому я не вижу ничего плохого в картах желаний Вообще не надо ничего отрицать Всё, что вы отрицаете, блин, вас по голове побьёт Потому что всё, что вы отрицаете Оно всё извне придёт И даст вам лопаты по голове Все ваши проблемы Это ваше отрицание Любые проблемы вокруг Это просто сигналы Того, чего вы отрицаете Себе И то, что нужно заметить И принять, полюбить Как обычно Поэтому так Вот так Понятно всё, не переживай Не переживай Если инвестируешь для будущего Это тоже план Конечно Я инвестирую Играя Играя в инвестиции Не на будущее Я играю Просто это пипец Какая интересная игра Покупать акции Продавать каждый день Там графики Там просто мне интересно У меня математический склад ума Я люблю цифры Я просто люблю цифры Я просто вот сейчас наслаждаюсь Я знаю, что у меня там завтра Может быть полмиллиона минусов Может быть плюс Может быть минус сто У меня утром минус сто Днём там плюс двести Вечером минус триста Утром просыпаюсь Плюс пятьсот Неважно Оно Не как способ Увидеть эти деньги Будущем умноженными Нет Оно Просто вот процесс Мне нравится Понимаете Когда вы наслаждаетесь процессом Совершенно Другое состояние У вас У вас Блин, что у меня всё время Лифчик открывается Мои сиськи Выходят наружу Растут Так Ваше состояние Что я хотела сказать Для сиськи перебили То, как вы сегодня играетесь То, как вы сегодня проживаете Такой и завтрашний день у вас будет Если вы сегодня находитесь В состоянии Постоянном Нахождении в уме В завтрашнем дне То завтрашний день у вас будет Такой же беспокойный Такой же непонятный Такой же Такой же, вот как сейчас То есть Вот эту белку в колесе Нужно вытаскивать Про болезни детей есть эфиры Да, полно Все болезни детей Это ваши болезни Рассматривайте психосматику в себе Это в двух словах Все уже сказано Помоги рассоздать шаблон Хочу выйти с декрета Ребенок болеет Это не шаблон Это ваша материальная действительность Выгоды находим Для чего я хочу Чтобы ребенок болел Почему мне это выгодно? Ну, мне реально это выгодно Я не хочу выходить с декрета Вот все, что у вас происходит Принять, что это ваше желание Первое Принять Я принимаю Это мое желание Я не хочу выходить с декрета Я хочу, чтобы ребенок болел Мне это выгодно Берем листочек, ручку И выписываем выгоды Соглашаемся с ними Все, наблюдаем дальше Во всех эфирах это есть Спасибо Столько комплиментов Если мы прошлое творим В точке здесь и сейчас Как себе в прошлое Битки подкинуть? А зачем вы это хотите? У вас страх за завтрашний день У вас Опять что-то Блин Вы не хотите здесь Сейчас жить Поэтому вы их и себе И не подкинете Никогда даже не думайте Что вы их в себе Материализуете Пока вы не научитесь Жить в настоящем Ничего вы себе не подкинете А когда научитесь жить В настоящем Вам и не нужно Уже будет подкидывать А они потом уже Сами подкинутся Когда вам это не нужно И не обманывайте себя Тем, что Мне уже ничего не надо А сами такие Ну где? Ну где? Вот этот обман Самообман Не включайте Научилась жить в незнании Это очень круто События разворачиваются Да, наилучшим образом Вот подтверждение Класс Я думала тебе 28 Я такая, блин, бесилась Ну как так? Мне 42, она умная А я тупик Так Я не умная Я дурочка Чем дурее Тем круче Умная для меня Это вот прям как оскорбление Потому что Я не умная Все умные в жопе Я не хочу быть в жопе Ну как, хочу Потому что это интересно Но не в такой жертвенной А в творческой Понимаете? Поэтому Как бы Моя шизофрения Кукуха Там улетающая Это круто Ой Проблемы с желудком И желчным О чем говорят? Вы смотрите мои Эфиры сначала Почитайте психосоматику Не переваривайте вы ситуации Не хотите принимать Вот проблема с желудком Как себя заставить перезагрузиться Включить интерес Ну если вы заставляете себя перезагрузиться Значит у вас нет интереса перезагружаться Значит примите то Что я хочу сидеть в жопе И покайфуйте в этом состоянии Блин Я выбрала позицию жертвы Мне просто пипец как хочется ныть Нойте Вам нужно принять то Что сейчас мое желание Сколько можно раз это повторять? Вы Если себя заставляете Я хочу переключиться Но мне Блин Неинтересно переключаться Не переключайтесь Опять запикать надо Йоу Кипалки Нелли Лишний вес у близкого Лишний вес у близкого Это ваш лишний вес Много лишнего веса на себя навесили Чтобы скрыться от этого мира Подавленные чувства Подавленные желания Подавленные импульсы Делайте из Надо А не из хочу Кому это нахрен надо? Это ваша игра Вы придумываете правила Но Пока не научитесь жить здесь сейчас Не станете счастливым Что такое счастье? Все хотят счастья Счастье это Сей-час-е Жить Сей-час Наслаждаться этим моментом Не думая о следующем Не думая о предыдущем Вот Это счастье Когда научитесь быть счастливым Тогда Как бы проблем не будет никаких Ни лишнего веса Или еще что-то Ваш беспокойный ум Постоянно вас Кидает В эти крайности Ну потому что вам скучно Быть счастливым Скучно Чтобы было все хорошо Вам хочется трэша Трэша Ну так смиритесь с вашим трэшем И ну накайфуйтесь От трэша вашего Реально вы не наигрались Вам интересно Играть в этот трэш Обожаю твои эфиры Получаю ответы Даже не задавая вопрос Нелли слышала Про адренохром И все что с этим связано Нет Не слышала Так Спасибо Блин Столько комплиментов В этом эфире Просто нереальных Если кот сыт По квартире О чем это говорит О том Что вы Очень сильно Хотите Нашкодничать И Сделать что-то такое Ну Импульс у вас есть Ну то что вы себе Не позволяете А вы не можете Себе это позволить Потому что нормы Правила Этикет Так нельзя То есть Позвольте себе Тоже Как коту Ну сделать то что вы хотите Давно хотите Но не можете сделать Кот Ваше Животное начало Ваши инстинкты Которые вы не можете проявить Из-за чувства какого-то Правильности Хорошести Твоё мнение Про медитации Делаешь ли Ты сама Нет Я медитации Никакие не делаю Блин Чё я вру Я сегодня ночью Не могла уснуть Ну Третьи сутки Я не сплю Меня колбасит Штырь и так Что я просто Не могу уснуть И потом Я ложусь Днём Там на пару часов И у меня микросны То есть Я каждую секунду Просыпаюсь Блин Мне кажется Что Не каждую секунду Но каждые пять минут Я точно просыпаюсь Смотрю Блин Пять минут Только прошло Опять засыпаю Опять просыпаюсь Я вот трое суток Не могла уснуть Мне вчера скинули медитацию И я Медитировала И реально уснула Вот Она закончилась Я уже спала Но при этом Я через час Опять проснулась Посмотрела на часы Блин Такая думаю Нормальная Но медитация Час идёт И я через два часа Проснулась И опять не могла уснуть Пришлось ещё раз Её слушать И я уже урубилась Потом Опять через час Только Не слушала Не знаю Блин Много времени Тут прибегла Ну Чуть-чуть Что-то помогло Потому что Это было по-новому Смотрите Вот что я хочу сказать Неважно Что вы используете Медитации Практики Изгнание сущностей Нумерологию Танцы Танцы с бубнами Любой способ Трансформации Какой бы вы не использовали Если вы начинаете Загоняться И делать постоянно Оно перестаёт работать И приходит Вообще большая жопа Почему я на других эфирах Об этом объясняла Вам нужно по-новому Искать новые способы Вдохновения Творчества Делания То есть Не зацикливать себя На каком-то одном процессе Например Вы помешаны На нумерологию И она меня Типа Блин Там спасёт Да нихрена Подобного Вот Или вы помешаны На нейрографике И каждое желание Всё там Садитесь Рисуетесь Она работает Раз Работает Два Но потом Оно перестаёт работать И не потому Что оно не работает И оно и в первом случае Не работало Потому что Желание работает Не из-за того Что вы нейрографику рисовали Не того Что у вас там Танец с бутными был Не потому что Медитацию слушали А потому что Вы на себя Обратили внимание И сотворили Какое-то новое творчество Которое вы не делали Ресурсы приходят В новом творчестве Понимаете И неважно Что вы сделаете Даже по-новому Танцуя Почистите унитаз Распевая там Песню И прыгая На одной ноге Это уже будет То же самое Что вы сделали Какую-то медитацию Или нарисовали нейрографику Или станцевали С бубнами Или шаманский заговор Сделали Или ещё что-то Понимаете Дело не в самом действии А то Как вы его делаете В каком состоянии Если оно уже не новое Для вас И вы повторяете То Вот эта зацикленность Вам даст по башке То есть Вы этот опыт Как шарманку Постоянно прокручиваете И вы реально Ну Ситуацией Какой-то Дадите себе По башке Больно Поэтому я советую вам Творить Делать новое Придумывать Включать мозг И фантазировать Фантазии Это очень хорошо Нелли О чём говорит Плохая память Это ваш талант Это очень хорошо О чём Говорит больной желудок Ну уже говорила Вы не перевариваете Ситуацию И желчный пузырь Очень много злости Вы не перевариваете Навешиваете На других ожидания Они козлы Такие не сделали Блин Фу-фу-фу Какие они плохие Обиды копятся Там Психосоматики Доступна В интернете Посмотрите Психосоматика Желудок Желчный пузырь Злость Обида Навешанное ожидание Творец Не я Я жертва Всё там Это есть Голос другой стал О, я другая Класс Я новая Получается Нет смысла разводиться Если муж Отражение нас Есть смысл Разводиться Или не разводиться Вообще Смысла никакого Нету в жизни Жизнь Она Бессмысленна И не имеет Ни цели Ничего Жизнь Это путь И процесс Наслаждения Вот именно Самим фактом Действий И Разводиться Или не разводиться Это вы не тот Неправильный вопрос Задаете Блин Мне интересно Понаблюдать за обстоятельствами Принятия Не сопротивляться Разведёмся Отлично Не разведёмся Тоже хорошо Я же тоже Развожусь Через неделю У меня официальный Развод И штамп В паспорте У меня Другая свадьба Ждёт меня Не потому что Я ещё раз говорю Я ухожу Потому что он Плохой Нет У нас Ну мы Не резонируем Просто Нас жизнь развела Я себя развела Я наблюдаю Без сопротивлений И развод Проходит Гладко Блин Даже без каких-то Моих участий И для меня И для мужа Бывшего Я ухожу Не потому что Он там плохой Я хотела Его там поменять В нём даже Блин Поменять нечего Он идеальный Просто Мне там Нечего Больше изучать В нём Потому что Я на мужа Смотрю Как на моего Внутреннего Творца И он Просто настолько Хорош с собой Что Меня больше Даже не знают Что там рассмотреть Но всё Как бы там Понятно Понято Изучено И я хочу Увидеть Ну блин Новые Другие обстоятельства То есть Мой развод Не из-за Недостатка Что вот Что-то там не так А из-за Изобилия Скорее всего Ну то есть Неважно Какие мы действия Делаем Вопрос Из какого Состояния Так Блин Дочитать бы Сообщение Ваше Ты даже Не представляешь Как моя жизнь Изменилась Благодаря тебе Не представляю Но Но имею Наглость сказать Что знаю Почему не могу Забеременеть Разобрать Для чего Я хочу Не иметь детей Вам выгодно Их не иметь И дети Это новая жизнь И почему Вы не хотите Идти в новое Какой ресурс В обрушке О Большой ресурс Огромный Рассмотрите Не хочу за вас Слушайте Вот вы когда хотите Чтобы я вам Объясняла шаблоны Вы крадете у себя Столько инсайтов Вы когда получаете Инсайт Рассуждая с собой Вы просто Взрываетесь Энергией Она просто прет От вас Я у вас Эту энергию Краду Когда я за вас Рассказываю Те инсайты Которые вы могли бы Получить Вот океану Да понятно Окей Хорошо Ну как бы круто Да Окей Вот Когда вы сами Обнаруживаете В темной Светлое То у вас прет Не по детски Ну как будто вы Там я не знаю Наркотой Заправились Потому что Ну это состояние Офигенное Я у вас его краду Вот прям реально Краду Когда вы Выпрашиваете у меня Свои ответы Я признаюсь в этом Что Я Ваш Вор Нелли Я недавно Списала мамин долг В 60 тысяч Прошла осенью Твой марафон И не понимала Как это А теперь я натворила Я тебя поздравляю Начала долги Себе отдавать Как ты относишься К фразе От себя не убежишь А как я к ней отношусь Хорошая фраза Ну да Так и есть Как у тебя дела Я искала твое видео Которого про нового мужа Снесли Нечаянно Да Снесли Я снесла Как начать заниматься спортом Тело тюленица Я мягкая и расхлябанная Проявить к этому интерес Пока интереса нет Ну никак Никто вас не заставит Вот До тех пор Пока вы вообще Не обратите Не обрастете жирком Постареете Потом жалеть будете Поэтому Взяли Ноги в руки У вас очень много качеств Сила воли Блин Интерес Где вашу силу взять Пинать Как вы других людей Любите Пните себя Контроль Контролируйте Свою вот эту Тюлениность Тюлениность Я даже не знаю Как сказать Контролируйте Не быть тюленем Включите Человека С 2000 С 2000 С 2000 С 1998 Я вообще не знаю Что в мире Творится Блин Я Короче Могу сказать Непросвещенная Вообще В моем мире Нет Никой политики Пускай За меня Подумает О ней Кто-то другой Отказали тормоза Чуть не попала в аварию Ну блин Вам нужно притормозить Вы куда-то спешите Притормозить Остановиться Оглядеться Наслаждаться жизнью Вы Мазите себя Чтобы Начать Здесь сейчас Жить А вы летите куда-то Везде Не успеваете Куда-то вам нужно спешить Вот эту вот спешку Отключайте Наслаждайтесь жизнью Никуда она от вас Не денется Так Нелли спасибо О С лета маме Ставили онкологию Я писала тебе в эфир Несколько раз Дошло наконец-то Диагнозы сняты Все Да Все Это Это просто Мария Я тебя поздравляю И твою маму С излечением Болезни В голове Это сигналы Тела Нету болезни Вообще Неизлечимых Вообще Никаких болезней Даже нашего тела Даже нет Болеть нечему Это просто сигнал Который в голове Все эти сценки жизненные В нашей голове прокручиваются Пока вы верите В эти болезни Лекарства Во всякую Мишуру Вы будете В это Играть Так Девушка Вещи С улыбкой Смотрю Офиген Увидеть Увидеть в них Убой Зуб болит Зуб болит Нелли Что это Так не объяснить Возьмите мою книжку Купите Это лучше, чем тратить деньги на стоматологов. У меня книга есть про зубы. Нелли, а нет ли у тебя ощущения, что погоня за исполнением желаний – это та же жадность? Конечно. Погоня за желаниями – это иллюзия, это самообман. Потому что мы не желание хотим, мы ничего не можем обладать вообще ничем. Мы хотим, получив это желание, что-то чувствовать. А вот жадный до чувств – это же круто. До желания – это же туфта полная. Потому что желание – это нам мозг рисует, чтобы понять, что мы хотим чувствовать. Это тоже хорошо, когда мы чего-то хотим. Но только поймите, что вы хотите не тот кусок железа, о котором мечтаете, а те чувства, которые этот железок кусок даст. А потом подумайте, а нужен ли мне этот кусок железа, если чувства внутри меня и так есть, я могу их воспроизводить любыми способами. Ну да, действительно, я могу дать себе все эти чувства и по-другому. Всё, у вас жадность до интереса появляется. А как эти чувства себе дать по-другому? И всё, вы начинаете желать эти чувства. И тогда реальность разворачивается уже по-другому. Уже не за желаниями, вот эта гонка за самообманом. И мир начинает вас обманывать, потому что вы себя обманываете, когда гоните за этими желаниями. Когда будете жадны до ваших чувств, это состояние непередаваемо. Это очень крутое состояние, когда вы хотите любви, счастья, радости, гоняться за чувствами и, блин, везде их наблюдать и воспроизводить любыми способами. Вот тогда ваша жизнь будет сладкой, классной. Ну, скоро вам будет опять скучно, опять придумаете трэш, но уже осознанно проживая этот трэш, вы будете расширяться. Больше прямых эфиров. На прямые эфиры нужны ресурсы. А для этого нужно, чтобы кто-то приехал ко мне в кости и помог мне убрать квартиру, помыть холодильник. У меня очень большая сейчас квартира, и очень много всего надо мыть, чистить, убираться. И я вот неделю трачу на уборку, не могу сесть в работу делать. Так что, ребята, жду в гости, кто мне будет помогать убираться. Тогда будет больше эфиров. Спасибо вам всем. Я вас люблю. И я благодарна, что вы меня поддерживаете. Пишите очень много приятных слов, комплиментов. Всё, как я люблю. Блин, как я люблю комплименты. Я не могу, я не могу это читать бесконечно, просто молчать и читать, и не выходить с прямого эфира. Знаете, почему я сейчас заостряю внимание на комплиментах? Всю свою жизнь я, когда слышала комплимент, я говорила, что вы, что вы, не надо. Нет. говорит, я не такая. Не говори. Мне было очень неловко. Я никогда не принимала комплименты. Я только недавно научилась принимать комплименты, когда осознала, что, блин, я сама себе это говорю, я сейчас просто проявляю любовь, я принимаю эти комплименты, потому что человек хочет дать, и он не может дать, пока я не могу взять. И я не могу ничего дать, пока человек не согласится взять. А если я что-то не беру, ну, соответственно, зеркало мои слова тоже никогда не возьмёт. И, естественно, принимать и комплименты, и хорошее, и плохое, то, что нравится, и не нравится, нужно всё. И тогда и меня будут принимать, естественно, как отражение. И я сейчас настолько начала кайфовать, потому что, прикиньте, у меня за всю жизнь был такой недобор этих комплиментов, я так себя не ценила, я так себя не любила, что даже вот любой комплимент для меня это был какой-то стресс, трэш. Вы чё, типа, вы всё врёте. Это не так. Да я не такая красивая. Да нет. Да я вообще некрасивая. Да, блин, я страшная. Посмотрите, вокруг столько красивых людей, а я не такая. Я всегда это говорила. Я реально так думала. Блин, и вот сейчас просто я вот это беру, потому что у меня реально просто недобор за всю жизнь вот этого всего было, и я кайфую, когда мне говорят комплименты, потому что я вижу в этом то, что я начинаю себя принимать, потому что я себя не принимала раньше. Ну и, естественно, и вам советую. Принимайте комплименты с благодарностью, принимайте критику с благодарностью, потому что всё для вас, всё для вас, вы себе сами этого пожелали. Принятие — это лучшее вообще, что может быть в этой жизни. Принятие. Принимайте всё, как есть, принимайте свои желания, принимайте, что у вас есть все эти чувства, вы творец, вы творите всё этими своими чувствами, своим состоянием. И то, как вы себя чувствуете здесь и сейчас, а вы же не наблюдаете, что вы чувствуете, вы где-то там. Мир вам это тут же отражает. Если вы такие удивляетесь, почему со мной какая-то жопа случилась, почему у меня нет денег, почему я болею, почему у меня дети болеют, почему у меня нос или там ещё что-то, не удивляйтесь. Просто вы пропустили то состояние, каким вы это сотворили, вы даже не заметили, вы не обращаете на себя внимания, и потом удивляетесь, почему следствие, внешний мир как следствие, отразил ваше состояние. А как это? Вот, чтобы наконец-то заметить это состояние ваше и что-то с ним сделать. Вот, напитывайся, ты потрясающая, красивая, спасибо. Но все комплименты, которые вы сказали мне, ну, естественно, вы сказали и себе. Принимайте. Потому что всё, что вы чувствуете, глядя на кого-то, это в вашем теле, это ваши чувства. Они не во мне. И эти чувства, которые вы сейчас чувствуете внутри себя, они ваши, и они для вас. Поэтому вот это чувство восхищения кем-то или красотой, там, неважно, на какого человека вы смотрите, и он там вам нравится, эти чувства вы испытываете к самому себе. И наблюдайте эти чувства, и просто офигеете, как вот эти чувства начинают умножиться, увеличиваться, и прям как волна вокруг просто сносит взрывной волной всё вокруг, и вы видите, как эта любовь вам тут же возвращается. Вот, спасибо, у меня, по-моему, депрессия прошла. Ура! Ты сама совершенства, блин, класс! Ой, спасибо. Всё, я ухожу. И вам желаю офигенного настроения. Спасибо. 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 Продолжение следует...